Добрый вечер, YouTube, с вами Ваня, 24 марта 2014 года, время часов 11 вечера, я все еще на работе записываю видеоблог. Так казалось, что если я не записался утром, то вечером записаться довольно сложно. Собственно, это и произошло в пятницу. Сильно извиняюсь, все-таки каждый день у меня не получается. Давайте будем считать, что 4 дня в неделю это будет нормально. Так что шестая серия видеоблога о моей некузявой жизни, в которой я буду вам рассказывать о биткоинах. Собственно, в пятницу у меня и не получилось рассказать о том, как это все хозяйство устроено, по одной простой причине. Мне нужно, чтобы вы точно знали о том, что это, а потом я уже буду рассказывать, как это устроено. Ну вот, попытался поднять неподъемное. Так вот, биткоины, оно же криптовалюта. Это самая первая из криптовалют, которая появилась, потом тут же появились ее клоны в больших количествах, всякие лайткоины, которые более-менее ничего себе, там всякие фейзер, доржкоины, PPC, RTC и так далее, и так далее, и так далее. Криптовалюта любителей рэпа. Тоже было. Это все клоны, которые особо ничего не стоят. Вот у биткоинов получилось стать хоть чего-то стоящим, то есть за них кто-то чего-то пытается купить. Так вот, это децентрализованная сеть, пир-то-пир, похожая на торренты, то есть тут нет сервера, а есть только клиенты, которые обладают одной и той же информацией. Клиенты хранят на себе бухгалтерскую книгу всей сети. Кто, когда, кому, сколько, чего перечислил. При этом сеть работает по таким правилам, что у всех должна быть одинаковая бухгалтерская книга, и все знают обо всех транзакциях. То есть все знают, когда, кому, кто, чего перечислил, а кто этот человек на самом деле, они не знают. То есть сеть анонимная. Правда, существует вероятность вычислить того, кто же это на самом деле был, а потом отследить все его транзакции. Но это сделать очень сложно. Сеть защищена от воздействия извне тем, что у нее вычислительные мощности, которыми она, собственно, защищается, те, собственно, которые и создают вот эту вот бухгалтерскую книгу всей сети, они более-менее по сети размазаны. И нету такого большого кластера, где бы были сосредоточены большие мощности сети, а вся остальная сеть была бы маленькой. То есть она размазана довольно равномерно. Что не позволяет предсказать, в каком месте сети появится новая страничка бухгалтерской книги, в биткоинах это называется блок. Ну, собственно, в блоке хранятся все транзакции, кто, когда, кому, чего перечислил. Для того, чтобы транзакция считалась правильной, она должна быть в блоке, и должна быть подписана. Блоки просто так сгенерировать нельзя. Блок специально сделан так, что генерировать его сложно, и ты не можешь предсказать, получится у тебя это или нет. Поэтому миллионы пользователей сети сидят и генерируют эти самые блоки. Ну, потому что люди жадные, а самая первая транзакция в блоке – это я начисляю себе награду за то, что я этот блок сгенерировал. И, а дальше, чистое везение и какие мощности у тебя есть. Блоки генерируются только тупым перебором. Ты не можешь предсказать, или у тебя нет какой-то стратегии, как это сделать. Чем больше у тебя мощность в распоряжении, тем больше перебора ты можешь сделать. Сеть настроена таким образом, это значит, что в каждом клиенте зашито это правило, что в среднем за 10 минут генерируется один блок. Если сеть становится мощнее, то блоки вроде должны генерироваться быстрее, но тогда изменяется специальное значение, которое используется в генерации блока. И все равно блоки генерируются примерно раз в 10 минут. Что можно еще сказать про биткоины, как валюту? Всего может быть сгенерировано 21 миллион этих самых биткоинов. Потерянные биткоины теряются навсегда. То есть, всего в мире, у меня у приятеля, коллеги, была большая проблема, сломался винт, на котором лежал биткоин-кошелек, в котором лежали биткоины. Если бы он этот винт не восстановил, за большие деньги, надо сказать, то эти биткоины были бы потеряны вообще для всех. Их использовать было бы нельзя. То есть, таким образом, это такая штука, у которой абсолютно предсказуемая эмиссия. То есть, нет такого, что, ой, нам срочно нужны деньги, поэтому там Центробанк что-то выпускает, и получаются новые деньги. Новые деньги происходят равномерно, последовательно, и можно предсказать, сколько их будет. Правда, это не помогает биткоину в какой-то стабильности, потому что в зависимости от законов разных стран, каждый раз страны обращают внимание на биткоин, говорят, что, а вот, а у нас это будет запрещено, как сказали у нас. А в Китае сказали, что, а мы вообще не несем никакой ответственности, и финансовым организациям запрещены биткоины, а все остальные можете пользоваться на свой страх и риск. ФРС в Америке сказала, ну, вообще-то на это надо обратить внимание, потому что биткоин это довольно интересно. И, кстати, после этого биткоин взлетел до 1000 долларов за один биткоин. Ну, потом потихонечку всякие негативные известия от Китая, с Оси, там вообще очень спешно получилось. В общем, всякие негативные известия о том, что биткоин, в принципе, не сильно используют, жалуют в Китае, уронили его почти до 500 долларов, но все равно до 500 долларов. Я не знаю, каким образом вообще изначально вот эти циферки получили хоть какую-нибудь стоимость. Но после того, как они получили хоть какую-то стоимость, спекулянты начали играть, и стоимость начала довольно сильно расти. Собственно, после того, как биткоин начал хоть как-то продаваться на бирже MTGOX, это раньше было место, где японские любители Magic the Gathering продавали и покупали карты для этой игры. Потом это стало гигантской биткоин-биржей, а потом это дело сломали. Вот, и MTGOX прекратило существование. А может быть, там кто-то что-то подделал. Но что-то есть довольно много разнообразных биткоин-бирж, которые занимаются обменом разных криптовалют друг на друга и обменом криптовалют на, собственно, деньги. рублей или доллара США. Самая такая более-менее стабильная в данный момент это BTC, но все ссылки будут в описании. Так вот, после того, как биткоин получил хоть какое-то материальное подтверждение, после того, как за него начали доставлять пиццу на дом, появилась куча разнообразных всяких коинов, из которых отдельно имеет смысл затронуть вайткоины. Это такая же сеть криптовалюты, но построен немножечко по другим принципам. То есть принципы все те же самые, но механизм защиты сети сильно изменен. И там не может быть на данном этапе развития техники какого-то мгновенного роста вычислительной мощности. С биткоинами произошло следующее. После того, как биткоин получил какую-то стоимость, стало выгодно считать новые блоки и получать за это награду. Первая запись в каждом блоке, цепочки блоков биткоина, гласит о том, что я награждаю себя за то, что я нашел этот самый блок. И вот, если я правильно нашел этот блок, этот блок принимается всеми, и эта награда становится действующей. Так вот, вначале все это хозяйство вычислялось на процессорах компьютеров, потом оказалось, что сложность сети стала слишком большой, а один блок можно сгенерировать раз в 10 минут. И чем больше у тебя мощность, тем больше вероятность того, что ты его сгенерируешь. Поэтому на процессорах майнить биткоины стало невыгодно. После этого начали майнить биткоины на видеокартах, на всякой инвиде, скуды и атишных родионах, там тоже есть какая-то специальная штука для вычислений на процессоре видеокарты. Потом стало невыгодно майнить биткоины и на видеокартах. Вайткоины до сих пор выгодно майнить именно на видеокартах, а вот делать специальные маленькие вычислительные микросхемы, как сделано сейчас для биткоинов, для вайткоинов, пока еще невозможно. Биткоины сейчас майнятся на специальных микросхемах, которые просто помещаются в ящик, к ним помещается маленький компьютер и все это хозяйство сидит и высчитывает эти самые хэши для того, чтобы подтвердить правильность того блока, который они пытаются сгенерировать. Но вот иногда кому-то везет. Текущая сложность сети биткоин, по-моему, сотни терра хэшей в секунду, то есть сотни простых вычислений, которые нужны для поддержания сети, сотни терра вычислений, то есть это в тысячу раз больше, чем миллиард, по-моему. Так как сеть более-менее размазана, потому что все довольно жадные, то самые крутые майнеры имеют мощности 100 гигахэшей, то есть в тысячу раз меньше, чем, собственно, сама сеть. Ну и мы можем говорить, что так как мощности размазаны, нет какого-то одного большого контрольного центра, ну и вообще с этой сетью ничего нельзя сделать. Можно жить только по тем правилам, которые она предлагает. Ну, либо не жить. Мы выбираем все-таки посмотреть на это более-менее внимательно. По истории всего этого безобразия имеет смысл сказать, что еще в 20 веке ребята игрались с тем, что же можно сделать из цепочки сертификатов. В 2007 году Сатоши Накамото с сотоварищами начали писать биткоин-клиент. В 2009 году это все дело запустили, оно начало хоть чего-то стоить. После этого искали Сатоши Накамото, ну, вроде как бы японец, нашли трех разных человек, каждый из них говорил, нет, я вообще не знаю, что такое биткоины, поэтому он еще не найден. И про эту сеть нельзя сказать, у кого на самом деле сколько денег. То есть можно сказать, сколько денег в каком кошельке, но нельзя сказать, какой кошелек кем контролируется. Например, история с биржей МТГокс сейчас продолжается тем, что основатель внезапно сказал, а знаете, я нашел старый кошелек, тут 200 тысяч биткоинов. 200 тысяч по современному курсу умножить на 500, это 500 на 200, это у нас 500 тысяч, нет, 50 тысяч, 50 миллионов долларов вот в биткоин-кошелечке. Соответственно, со всеми биткоинами можно сделать одну простую операцию, перевести их на другую биржу и там продать за деньги. В общем, я не знаю, чем это все у них кончилось. Дело в том, что это была самая большая биржа, она сдавала тон, а потом в какой-то момент они сказали, что она сломали хакера, и ничего ты с этим не сделаешь. По одной простой причине. Дело в том, что действительно биткоины не регулируются никакими современными законодательствами, и там операции могут происходить точно так же, как они происходят с наличными деньгами, только людям не нужно встречаться друг с другом. Я могу отправить со своего биткоин-кошелька любое количество биткоинов, они, кстати, дробятся до 1 стомиллионной, и если биткоин сейчас стоит 500 долларов, то 1 стомиллионная все-таки еще совсем-совсем копейки. То есть, таким образом, даже если у нас кончится, в сумме станет какое-то конечное количество биткоинов, то дробить их можно так, что более-менее какие-то простые платежи совершать получится. Так вот, о чем бишь я? Я о том, что происходило, собственно, с самой биржей МТГОКС. С ней происходило следующее. Так как обращение биткоинов никак не регулируется, и регулироваться, в принципе, по идее не может. То есть, во-первых, сложно сказать, кто когда кому чего отправил. То есть, можно сказать, сколько денег перешло, но с какого кошелька на какой кошелек сказать уже сложно. А вот кому принадлежит этот кошелек, вообще очень сложно. В общем, большинство стран говорит, что вообще-то биткоин это такой способ отмыва денег, финансирования терроризма и прочих глупостей, которые можно противозаконно делать. Собственно, биткоины получили широкое распространение, потому что они позволяли существовать хитрый по-моему, все-таки магазин или биржа Silk Road, которую, собственно, американская ФБР закрыла. Но они продавали наркотики и оружие за биткоины, и у них получалось. Вот. Именно поэтому биткоин начал иметь хоть какое-то такое серьезное хождение. До этого там были эксперименты с мелкими оплатами, там, не знаю, заказать пиццу. Вот когда это начало серьезно соприкасаться с оружием, наркотиками и прочими странными услугами, ну, все, деньги стали деньгами. Что еще вам имеет смысл рассказать? Наверное, пока все. Завтра утром я расскажу, как это все хозяйство на самом деле внутри себя устроено, а потом даже расскажу, что со всем этим делать. С вами был Ваня. Счастья, радости, спокойной ночи. Спасибо.